Неудавшийся отпуск. Пассажиры, купившие билеты на самолеты саратовских авиалиний, оббивают пороги авиаказ и обрывают телефоны авиакомпаний. Но безуспешно. Удастся ли вернуть деньги, расскажет Ирина Нижалова. Высший пилотаж. Окружные спасатели и врачи спасли человека с рыболовецкого судна в Баренцевом море. Уникальные кадры спасательной операции в нашем выпуске. Глава региона Александр Цибульский обсудил с представителями Ассоциации Ниньского народа Ясовой перспективы дальнейшего сотрудничества. На этот раз обсуждение вопросов, волнующих коренных жителей Ниньского округа, было решено провести в расширенном составе. Задача номер один для глав муниципалитетов – увеличение доходов территории, которую они возглавляют. Об этом заявил глава региона Александр Цибульский, обращаясь к главу муниципальных образований на комиссии по вопросам развития местного самоуправления. Лучшие из лучших. В регионе вручили благодарственные письма Росмолодежи и Департамента образования округа тем, кто внес весомый вклад в развитие молодежной политики округа. Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. Саратовские авиалинии не торопятся возвращать деньги за авиабилеты. Заложниками непростой ситуации оказались сотни жителей Ниньского округа. Кто-то из них успел вернуть деньги за неиспользованные билеты на рейсы авиакомпании через авиакассы. Другим повезло меньше. В кассах деньги не возвращают, а на письменные претензии саратовские авиалинии отвечать не спешат. Дмитрий Марков свой семейный отпуск планировал заранее, поэтому и билеты приобрел заблаговременно, чтобы избавить себя и свою семью от лишней суеты и спешки. Ведь за пару дней до намеченного вылета билета в кассах может не оказаться. Мы с Питера должны были возвращаться обратно в Наринмарк. Билеты у нас были уже куплены достаточно давно уже. Заранее было все куплено. А позже стало известно, что у саратовских авиалиний изъяли лицензию. Пока этот вопрос был подвешен. Потом позже подошли в авиакассы. Не онлайн билеты покупали, а авиакассы. И подошли. Там заявление надо было какое-то оформить. Оформили заявление и ждали информации. Подходили, узнавали в авиакассах, сказали, что кому-то возвращаются деньги. Как я понял, там по четыре человека по пятницам, что-то они говорили, возвращалась. А недавно вообще узнали, что они вообще перестали выдавать деньги через авиакассы. Заложниками этой ситуации оказались десятки, а то и сотни жителей округа. В одной из групп социальной сети ВКонтакте обеспокоенные Наринмарцы делятся друг с другом информацией. Люди пытаются разобраться и понять, когда саратовские авиалинии вернут деньги за билеты. Знакомым, которые сдавали через кассу, вернули. Я делала возврат через сайт ни слуху, ни духу с 31 мая. Вот и у меня через сайт сдала 18 мая. Уже претензию написала через сайт. И ничего. Я сдавала через кассу. Вчера позвонили и сказали, возврата не будет. За разъяснениями мы решили обратиться непосредственно в саратовские авиалинии. В приемной авиакомпании были немногословны. Добрый день, приемная саратовская авиалиния. Добрый день. Вас беспокоит телеканал «Север». Это город Наринмар, Неницкий округ. Меня зовут Ирина Нижалова. Подскажите, пожалуйста, к нам в редакцию обращаются жители округа, которые приобретали билеты на рейсы вашей авиакомпании и оформляли покупку через сайт. У них возникли проблемы с возвратом денег за приобретенные билеты. Вот как-то можете нам прокомментировать, что делать и будет ли возврат средств? Все комментарии девушка предоставит вам только по письменному вопросу. На имя генерального директора Натыкана Игоря Николаевича, пожалуйста, напишите письмо и отправьте в наш адрес. Прояснить ситуацию с возвратом билетов нам помогли в авиакассе акционерного общества «Турконсул». А вы можете нам как-то прокомментировать на камеру? Потому что люди эта тема очень волнует. Мы звонили уже в Саратовские авиалинии. Они сказали, что будут отвечать только на письменную. Да, нам тоже пришло письмо. То, что они... Нам теперь уже закрыли возврат этих авиабилетов. И в письменном виде они нам сообщили, что пассажиров предупреждать и давать вам им электронный адрес и телефончик непосредственно этой авиакомпании, Саратовские авиалинии. А вы можете нам телефон сказать? Ну, чтобы мы для жителей показали в эфире, куда туда звоните. Да, я вам сейчас скажу точку. Подождите. Так. Я даже вам сейчас вывезу. Телефончик Саратовских авиалиний 8452-26-0070. То есть, получается, раньше люди, которые покупали билеты в кассах, они могли через кассу сделать возврат денег? Да, они могли сделать через возврат. Потом авиакомпания нам давала 3 часа на возврат, но уже со списком пассажиров. То есть, выборочно как-то? Выборочно, да. Потому что люди жалуются, что и с 18 мая направляли заявки на возврат денег, и компания молчила. Да, мы сделали весь список наших пассажиров, которые мы продавали билеты, отправляли в авиакомпанию. И вот так вот получилось, что кто успел, тот получил деньги, кто не успел, тот теперь будет уже непосредственно с авиакомпанией связываться сам. Герой нашего сюжета Дмитрий попытался вернуть деньги за билеты через сайт авиакомпании. Впрочем, процедура оформления претензий показалась ему сомнительной. Ну, у них, да, у них на сайте написано, что надо отправить документы, подтверждающие договор с этой организацией. Получается, это билеты, документ, который мы заключаем с договором. И отправляются полностью в письменном виде. Ты отправляешь им филу свой, все паспортные данные, билеты, да, оригинал. Надо отправлять именно оригинал, у них указано, что мы отправляешь. И свой корсчет, на который, видимо, все это будет переводиться, но я пока как-то не горю желанием это все отправлять, потому что все это в таком подвешенном виде, и без билетов не хочется остаться пока. То есть нет гарантии, что... Да, я не знаю, что если я отправлю им этот билет, я не вижу гарантии того, что они мне точно вернут. А пока у меня билеты на руках, я как-то могу доказать, что я покупал у них билеты. Чтобы окончательно не испортить себе отпуск Дмитрия, а также другие несостоявшиеся пассажиры саратовских авиалиний, вынуждены были приобрести новые билеты уже у других авиаперевозчиков. А много людей приходит к вам с этой проблемой, что... Очень многие улетели, еще билеты на руках, я думаю, что еще много. Для тех, кто хочет вернуть деньги за неиспользованные билеты, авиакомпания «Саратовские авиалинии» рекомендует обратиться непосредственно в авиакомпанию. Ее адрес и телефон вы видите на своих экранах. Город Саратов, улица Жуковского, 25. Контактный телефон и факс для пассажиров. Код города 8452. Телефон 260070. Электронная почта офис собакасаратовairlines.ru В Ненецком округе прошла операция по спасению человека с морского судна в водах Баренцева моря в районе острова Колгуев. Экипаж обратился в службу 112 с просьбой оказать помощь мужчине, который жаловался на боли в сердце. Больного подняли с палубы корабля с применением специального оборудования на борт вертолета. Медики диагностировали тяжелый инфаркт миокарда. Для спасения жизни мужчины применили тромболизис. Пациента удалось спасти, восстановив работу его сердца. Далее его доставили в Ненецкую окружную больницу. В настоящее время больной получает все необходимое лечение в реанимационном отделении. Подобная совместная операция спасателей и врачей проводилась не в первый раз в этом году. В целом за пять месяцев 2018 года бортами санитарной авиации Ненецкого округа совершено 103 вылета по территории региона. В том числе два вылета на речные и морские суда в районах Новой Земли и острова Колгуев. В одном случае также пациент жаловался на боли в сердце. По данным Ненецкой окружной больницы ежегодно фиксируется порядка 40 случаев инфаркта миокарда у жителей округа. Глава Ненецкого автономного округа Александр Цибульский встретился с членами Совета регионального общественного движения Ассоциация Ненецкого народа ИСАВЭИ и Совета Старейшин. По его словам, сотрудничество в новом формате, ежеквартальные встречи и прямой диалог администрации округа с Ассоциацией ИСАВЭИ позволяет эффективнее решать проблемы, а их сегодня немало. Администрация округа и Ассоциация совместно прорабатывают комплекс мер для реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера НАУ. Ключевые направления – сохранение и популяризация ненецкого языка, поддержка окружных хозяйств и семейно-родовых общин, обеспечение занятости, социальная поддержка коренных жителей округа. В пятницу мы с Александром Натальевичем встречались, обсудили ряд вопросов и договорились, что мы встретимся здесь, у нас в офисе, с нашим советом, с нашим советом старейшин, с нашими активистами и наболевшие вопросы, какие-то, может быть, чаяния, и услышать из первых уст. В ходе встречи зашла речь и о качественном улучшении инфраструктуры национальных поселков Нельмин-Нос, Усть-Кара и Хривер. Несмотря на трудности, позитивная динамика их развития очевидна. В Нельмином-Носе начинается проект строительства новой школы-сад. И это еще не все. Средний этап – это культурный центр в Нельмин-Носе. Такое там красивое здание. Но строители говорят, что невозможно восстановить, придется строить, скорее всего, новое. Ждет новых инфраструктурных решений и самый удаленный от Норианмара – поселок Усть-Кара в восточном секторе округа. Активная жизненная позиция его жителей позволяет надеяться, что они не за горами. Усть-Кара – очень старый клуб. Там были похожи на сарай. Так ведь? И тоже хотелось бы, чтобы и дом культуры, и культурные центры был, спортивный комплекс, или как-то там объединить это. Мне кажется, на отдаленной поселке надо обратить особое внимание. Впрочем, вспомнили и о позитивных изменениях в жизни населенных пунктов округа. Благодаря режиму ручного управления и кардинальному изменению схемы работы удалось решить проблему медицинских осмотров в населенных пунктах. По медосмотру мне казалось, что мы этот вопрос в этом году уже решили. И те бригады, которые прилетают в села, там есть все специалисты, у которых можно пройти все медосмотры и получить все необходимые справки. Такое задачи ставилось. И мне, по крайней мере, сейчас мы уже летали, нам уже жители говорили о том, что да, действительно, вот эти бригады полноценные, там есть все специалисты, и они получают все необходимые справки, сейчас, когда они к ним прилетают. В округе возобновился проект «По строительству жилья для оленеводов». Одна из самых актуальных проблем мононациональных поселков постепенно решается. В этом году начнется строительство 8 домов для оленеводов в Усть-Каре. По строительству жилья для оленеводов мы в этом году выделили деньги на строительство жилья. Сколько мы в этом году выделили? В этом году 24 миллиона на 8 домов. 24 миллиона, в следующем году постараемся чуть побольше выделить. Но программу сейчас будем продолжать, мы ее перезапустили, и она точно дальше будет жить. Еще четыре дома планируется построить для представителей КМНС в Тиманском сельсовете. Вопрос создания дополнительных рабочих мест для жителей национальных поселков на этой встрече ее участники озвучили, сразу предложив вариант решения существующей проблемы. Речь шла об организации обучения тружеников тундры основам работы в сфере туризма. В завершении глава региона объявил о новом назначении в администрации. А я еще забыл, знаете, что сказать, очень важно, потому что я принял решение, что президент ЕСАВЭ будет по должности являться моим советником. Участники встречи решили не только придерживаться намеченного плана, но и постоянно его корректировать в соответствии с требованием времени. Тимофей Жуков, Антон Годряков, Телеканал Север. Основным показателем эффективности работы муниципалитетов станет повышение доходов бюджета. Об этом сегодня заявил глава региона Александр Цибульский, обращаясь к главу муниципальных образований на комиссии по вопросам развития местного самоуправления. В ходе заседания глава Наринмара Олег Белак доложил о достигнутых значениях, показателе эффективности деятельности муниципалитетов за 2017 год и планируемых значениях на трехлетний период. По словам Олега Белака, основные общие показатели, характеризующие город за прошедший период, не изменилось за исключением снижения количественных квартирных домов. С 401 до 383 и увеличение количества частных домов. Социально-экономический потенциал города характеризуется снижением среднесписочной численности работников, предприятий и организаций до 14 600 человек. Снижением среднемесячной номинальной начисленной зарплаты с 71 100 рублей до 70 400 при сохранении уровня безработицы в 2,6%. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства незначительный, всего 6. Число индивидуальных предпринимателей выросло на 21 единицу, а число юридических лиц снизилось на 15. Снижению в предпринимательской сфере послужили неблагоприятные явления в экономике в целом и снижение покупательской способности населения. У меня, допустим, там рост по малому и среднему предпринимательству к 2020 году, я считаю, минимум должно быть 30%. Вы там стоите, по-моему, в районе 15, если я не ошибаюсь, да, процентов, или там 14. У нас достаточно. Да. Но это нет. Надо хотя бы 30 к 2020 году процентов от общего числа занятых. Люди должны заниматься предпринимательством, потому что для нас с вами это прямые доходы. И нам надо заниматься привлечением инвесторов, внешних инвесторов. У нас есть куда вкладывать, и даже там это не крупные проекты каких-то там огромных инвесторов, но среднего масштаба проекта мы вполне можем сюда привлекать. И каждый из нас должен этим заниматься. Для этого не надо замыкаться в границах своих муниципальных образований и округа. Надо выезжать и продавать себя в хорошем смысле этого слова. Численность работников организации строительства, оптовой и розничной торговли, образования, государственного управления снизилась на 614 человек. При этом число индивидуальных предпринимателей возросло. Это обусловлено тем, что в 2016-2017 годах были проведены штатные мероприятия по оптимизации численности работников государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Говоря об инвестициях в основной капитал, городоначальник отметил, что по сравнению с 2016-м годом в расчете на одного жителя он вырос на 18% и составил 1 миллион 370 тысяч рублей. Практически весь показатель, это около 98%, формируют предприятия нефтегазовой отрасли, которые зарегистрированы в городе Наринмаре и в связи с чем оказывают существенное влияние на его изменения. Остальные организации частных форм собственности существенно не могут. Показатели на 2018 и 2020 годы сформированы с учетом сложившейся динамики по предыдущим годам. Также в своем докладе мэр города отметил снижение удаленной величины потребления энергетических ресурсов. Это связано с установкой приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах с носом старого жилфонда, отапливаемого автономно-газовыми котлами, вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с установленными приборами учета. Иван Никонов, Александр Бобрякович, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Проектный офис развития Арктики «Пора» представили в Совете Федерации «Полярный индекс». Первый в России пилотный рейтинг устойчивого развития российских компаний, работающих в арктической зоне России, а также рассказал о грантовой поддержке проектов. За полгода работы проектным офисом уже оказана поддержка 15 организациям и частным лицам, разрабатывающим и реализующим экологические и научные экономические инициативы в Арктике, две из которых получили гранты на реализацию своих проектов в Ненецком округе. Один проект, который поддержан проектным офисом, направлен на сохранение и развитие оленногонной лайки в Ненецком округе. Это очень важная и ценная порода. Это единственная у нас в России пастущая порода. То есть все остальные привозные, а это наша четко российская. То есть вот мы выделили деньги, там деньги небольшие, 100 тысяч рублей для Архангельского фонда. Мы надеемся, что мы продлим сотрудничество, то есть хотя бы сделаем какую-то перепись этих собачек, потому что все их любят уложить в Москву, скрещивать, перекрещивать, понимаете, да, что получается. А реализационная лайка теряет мои пастущие качества. А без собаки в тундре очень трудно. Второй проект, который поддержан проектным офисом, представила школа поселка Красное. Он направлен на формирование экологического мировоззрения школьников и взрослого населения поселка. Детки будут там заниматься, так сказать, экспедиции организуют на территории заповедника Ненецкий, да, то есть будут изучать там, ну как вот ландшафт изменяется при антропогенном воздействии. Ну как люди меняют, как говорится, ландшафт такой, да, природный дикий, да, вот. Будут собирать данные другие, так сказать, про растения, ну как гербарии, да, то есть так далее, да. Мы считаем это важным, да, то есть начинать обучение на экологии, да, то есть вот с таких молодых ногтей, вот, чтобы детки понимали, да, то есть что, да, человек царь природы, но свое царство он должен знать, защищать и быть в нем, так сказать, хозяином. Также, по словам Александра Стоцкого, они готовы поддержать проект по геоэкологическому мониторингу ситуации на законсервированном Кунжинском газоконденсатном месторождении. Еще одним грантовым проектом ПАРА в Ненинском округе станет изучение экологического воздействия на окружающую среду сточных вод и нечистот в поселке Искателей и необходимости внедрения особых технологий очистки. В перечень территорий, где разрешена торговля без применения контрольных кассовых аппаратов, внесли вахтовые поселки. Соответствующее постановление приняло на очередном заседании администрации Ненинского округа. Речь идет о перечне отдаленных и труднодоступных местностей, на территории которых для удобства предпринимателей и организаций разрешена торговля без применения контрольно-кассовой техники. В перечень будут добавлены Южная Хольчью, Инзырей, Саратаю, Тиндейка, Лейкьяга, Рассихина, Варандей и другие вахтовые поселки. Ранее с просьбой включить в список вахтовые поселки в собрание депутатов Ненинского округа обратились индивидуальные предприниматели. Предлагается в проект постановления внести дополнение и включить межселенные территории Заполярного района Ненинского автономного округа. Это даст возможность предпринимателям, занимающимся торговлей, не использовать контрольно-кассовые аппараты, что является достаточно дорогостоящим и логистически трудной вещью. Согласно федеральному законодательству, список территорий, на которых разрешается не применять контрольно-кассовые аппараты, утверждается субъектом. В округе в него уже внесены все населенные пункты, за исключением города Наринмара, поселков Красный и искателей. Предприниматели и организации на этих территориях получают право не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета, содержавшего наименование документа, его порядковый номер, реквизиты и подпись лица, выдавшего этот документ. Предприниматели Ненинского округа смогут получать более 70 видов государственных услуг в одном окне. 2 июля на базе Центра развития бизнеса откроются дополнительные окна МФЦ под единым названием «Центр оказания услуг для бизнеса». Получить информацию об объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности, подать документы для получения лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, получить информацию о формах и условиях финансовой поддержки, предоставляемых Ненинским округом, выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков, разрешение на перевозку пассажиров и багажа, перевести земельные участки из одной категории в другую, получить разрешение на установку рекламных конструкций и многое другое. Все эти услуги будут оказываться предпринимателям в одном месте. Всего более 70 видов услуг. Создание дополнительного окна только для предпринимателей. Это новый формат развития инфраструктуры, поддержки предпринимательства. За развитие молодежной политики в Ненинском округе благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи отмечены 10 жителей региона. Вручение заслуженных наград их обладателям прошло сегодня в День молодежи России. Сегодня прекрасный праздник День молодежи. Поздравляем с этим замечательным праздником. И, конечно, желаем той же активности, которая у вас сегодня есть. Поговорить хочется отдельными словами, конечно, за ту работу, которую вы ведете. Очень большая работа, наверное, идет в рамках развития протяжения молодежной политики. Поэтому большое за это спасибо. Благодарственные письма от Росмолодежи получили педагог-организатор школы имени Пырерки, руководитель военно-патриотического клуба «Пересвет» Артем Вукуев, заместитель директора регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи Константин Ермолин, исполняющий обязанности руководителя регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи Ненинского округа Сергей Журавлев и другие. Кроме этого, за вклад в реализацию мероприятий государственной молодежной политики Ненинского округа почетную грамоту Департамента образования вручили Валерии Легейде. Благодарственное письмо Анастасии Боярской. За вклад в патриотическое воспитание в Ненинском округе благодарность Департамента объявлена Константину Ермолину. И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды.